друзья здравствуйте с вами эти кухни сегодня с на обзоре сиат от тека неожиданно совершенно для меня машина увидел ее в потоке и понял что она обязательно дать снять не то чтобы у нас очень много тут в латвии в риге ездит по улицам сиатов не эта машина привлекла мое внимание во первых посмотрите вообще на экстерьер на что она похожа почему-то обзорчики стесняются это сказать но явно машинка похоже на skoda kodiaq сзади это заметно еще сильнее но у меня здесь такой спортивный вариант самый дорогой крутой то он не так сильно похож но тем не менее ну даже я бы сказал что наверное даже skoda kodiaq похоже на нее потому что ну посмотрите как бы вроде бы если вы вообще откроете сайт сиата или вообще вот просто на пытаетесь нагуглить как машины выглядят машины существенно отличаются визуально от skoda но вот эта конкретная машинка получилась достаточно похоже просто потому что посмотрите здесь вот линия фары и у kodiaq просто вот это этот элемент он внизу чуть-чуть да ну вот и все сиат это бренд компании volkswagen и это испанская компания которая выпускает машинки вот такие доступные и такие подспортивленные на всю южную европу может так сказать очень не популярны в испании португалии в италии в греции от южной европы среди земноморья все ездят на сиатах и фиатах не знаю это созвучие как-то что-то означает но в этот так действительно и южная европа они любят какие они любят такие маленькие шустрые машинки такие жужики да и вот сято в основном такие машинки делают и вот они решились выпустить кроссовер эту машину не назвать прям маленькой несмотря на то что это в общем то компактный такой кроссовер да но по меркам сиата это большая машина и она поменьше чем это же skoda kodiaq и поменьше она немножко чем tiguan но тем не менее большая в общем то надо сказать что в южной европе сиат занимает примерно ту же самую нишу что занимает skoda в восточной европе на то есть это такой региональный volkswagen получается но тем не менее можно эти машины купите у нас и у вас выделяет конечно эту эту машину дизайн в первую очередь такой сиатовский агрессивный под агрессивный под спортивный но здесь такой совсем как бы знаете уже и обвесы у нас такие прям почти спортивные но в целом любой сиат он имеет такие спортивные повадки если можно так сказать есть ли смысл сразу искать не в бровь на в глаз да если смысл брать не skoda эту машину есть если вам вот эти skoda вский эксперимент с их этими всеми дизайнами не слишком по душе что у них там эти все фары странного вида там такие как бы да то здесь все весьма классически выглядит и достаточно агрессивно так приятно то есть есть смысл точно брать эту машину из-за дизайна традиционные сиатовские фары на самом деле они подсвечены еще лет полоской не во всех комплектациях но во многих а если у вас такой штуки не будет вашей какой-то базовой комплектации которую возьмете берите выглядит красиво сейчас день особенно не показать но поверьте на слово с точки зрения практичности здесь все по-честному настоящий волксваген все арки прикрыты у нас пластиком но в этой конкретно мы видим машине в цвет кузова не обязательно может быть и не в цвет кузова снизу у нас тоже пластик все закрыто накладочками очень неплохо более того мы видим как его тигуанов как уж код эта накладка закрывает на пороге то есть мы не запачкаем ноги вот эта проблема кстати присутствует часто у многих таких вот южных машин здесь нету все здесь нормально в целом классно машинка выглядит классные зеркала классный вот этот новый дизайн как мы уже не раз отмечали много таких рубленых граней машина не кругленькая машина такая вся заостренная и это создает такую современную форму тоже мы видим здесь и общие пропорции хорошего этой машинки и но в целом выглядит здорово выглядит выглядит лучше я бы сказал что чем kodiaq ну это так точно машина она более такая знаете именно поджара классная и мы посмотрим вообще именно настройка всех агрегатов должна быть тоже такая более рассчитана на такую знаете активную езду до рулежечка должна быть хорошая ну попробуй надо сказать что сзади машинка еще больше похоже на kodiaq вот этими всеми фарами хотя тоже мне они больше нравятся они такие более спортивные kodiaq он все-таки такой знаете по более солидного пытается быть именно volkswagen но задешево да таким практик еще более практичным таким народным автомобилем эта машинка все-таки имеет спортивные корни имеют спортивный вид в том числе и здесь это видно и фары мы видим спойлерочек классный ну хотя в целом конечно если вы не слишком разбираетесь машинах вы видите эту машину в потоке ну то скорее всего с kodiaq вы ее спутаете похоже она чуть поменьше она в принципе как бы да по всем размерам я вас успокою все агрегаты здесь volkswagen of ski соответственно все и плюсы и минусы вы здесь получите которые есть и у гольфа можно так сказать да им тебе платформа и у тигуана и у kodiaq и здесь в общем то все то же самое давайте машинку поразглядываем вблизи так вот прям присмотримся к деталям очень приятный такой внешний вид не слишком она вот прям выделяется особенно в белом цвете но при этом выглядит хорошо агрессивно и главное пропорционально все очень в ней логично и сами фары сиатовские классные они у них в общем-то все на всех моделях такие узнаваемая черта ходовые огни вот эта вся сеточка такая тоже знаете шестиугольная как у ламборджини в общем-то наводит на спортивные такие мысли неплохо есть хром но его тоже не слишком много замечательно выглядит классные зеркала с отличными повторительным поворотом смотрите в длину всего зеркала вот это конкретно машина выполнена в таком черно-белом стиле доступно конечно большое количество расцветок и ну понятно что такая машинка полу спортивная и лучше выглядит каких-то ярких цветах друзья пожалуйста я вас умоляю не берите такие машины черные ну белая нормально белая смотрится хорошо спойлерочек плавничочек рейлы очень все гармонично двойные трубы у нас здесь двухлитровая версия поэтому двойные трубы выглядят вполне логично не только они для экстерьера но в целом и просто как дизайнер скорее шеи мне очень нравится пошла час моду автопроизводители убирать трубы вниз и делать просто какие-то эмуляции знаете из пластика здесь все по-честному все это классно смотрится нет у нас парящей крыши потому что знаете как обычно сделать такую черную полоску довольно крупная машина на крупных на крупных машинах это выглядит не так хорошо между прочим отека это первый кроссовер от сеата но уже не единственный если вам стало интересно вообще узнать что-то новое про марку сиат вы пишите говорите есть возможность поснимать и ли он новый можем поснимать вам и арона можем поснимать то еще более компактный кроссовер от сеата в общем возможности есть напишите в комментариях давайте посмотрим как тут вообще с материалами материалы все volkswagen of ski и в общем то вы должны понимать что эта машина целиком собраны как бы с volkswagen и тут и двигатели и трансмиссии и ходовая все оттуда и материал общем то тоже перекочевали оттуда если вы знаете какой на ощупь volkswagen of ski пластик то вы хорошо представляете как здесь все сделано он такой знаете немножечко прорезинен но вполне приятный но вместе с тем достаточно твердый из этого же материала исполнена и передняя вся панель на самом деле достаточно достойно мы тут посидим конечно внутри поразглядываем все детальней но сразу скажу что интерьер приятный и тоже он такой достаточно агрессивный на вид и сиденья классные хотя смотрите они не то чтобы полностью кожаные да такие они с из разных материалов но все очень здорово гармонично сделано тоже спортивного вида руль кстати отличный пощупаем его вблизи посмотрим как здесь с практичностью и как здесь сзади сзади я хочу вам сказать что материал сильно проще чем спереди и даже карты дверей от материал карт дверей отличаются здесь более твердый пластик и и и сама карта двери и все эти подлокотники выполнены из более дешевого пластика но при этом мы видим что пассажирах подумано место здесь для ног много вот я сяду сам за собой и мне много места и для коленок и я могу спокойно поднимать стопы ног и сверху тоже очень прилично место мы видим большой тут высокий трансмиссионный туннель но поскольку такой простор сзади не он вообще не составляет никаких проблем все нормально смотрите у избе розетки сзади 2 прекрасно и даже смотрите есть сеточка для телефона вот так вот ну в общем сзади здесь неплохо вполне комфортно двоим великолепно троим ну просто норм есть подлокотничек вполне приятно есть даже лючок для негабаритных грузов тоже хороший изофикс их тут на двух сиденьях и хорошо выглядит все здесь приятно аккуратно действительно машина очень функциональная салон просторный и спереди здесь комфортно и сзади здесь много места много места посмотрим что здесь по багажнику багажник меньше чем в том же кодиаке примерно я бы сказал размерами с тигуановский здесь он визуально выглядит еще больше чем вы наверное видели у других обзорщиков потому что видите здесь полочка сразу опущена вниз есть версии есть версии с фальш полочкой комплектация который позволяет делать ровный пол и тогда загружать вещи еще удобнее с другой стороны здесь вот сделан специально чтобы был больше объем и такой вариант мне нравится если честно больше потому что мы видим что форма здесь вот багажного отделения но не совсем как бы идеально да здесь есть вот некоторые такие тоже до уступы и когда повод такой низкий то видно что вы все это место можете использовать нормально хороший багажник я думаю что для большинства людей он более чем достаточный нету здесь никаких smart шкодовских этих фонариков и нету розеточки тоже я не вижу но есть всякие крючочки вот можно тут явно закрепить сеточку чтобы вас тут все не каталось нормально хорошо и сиденье кстати тоже можно заднего ряда опускать отсюда сиденье опускается так называемая формула 60 на 40 до в две секции хорошо приемлемо с другой стороны конечно вот эту секцию лучше было бы поставить с той стороны что можно было может быть отодвинуть переднего пассажира сидений положить какой-то более крупный длинномер но это все знаете мелочи нормально интересно что это за такая штука ну какая-то конструктивная какой-то конструктивный элемент давайте посмотрим как здесь под капотом между прочим электрический багажник это опция здесь огромное количество комплектаций и огромное количество опций можно даже заказать прозрачную крышу например представляете и этим обусловлено конечно огромный разброс цен мы вот сейчас откроем капот поговорим про технические характеристики и процены тоже я думаю обсудим с вами ручка хорошая необычный здесь такой рычажок который надо поднимать наверх а не в сторону ну да и палочка лежит прямо мы видим вот спереди нету здесь никаких газовых упоров в принципе машина бюджетная и вообще должна быть надежная поэтому наверно под капот вам лазить особенно не придется volkswagen здесь порядок все по-немецки лаконично очень хорошо все это выглядит надежно хомутики да все на своих местах абсолютно понятно где что находится и я думаю что любому мастеру будет легко разобраться в этом двигателе что здесь бывает здесь конкретно сейчас стоит двухлитровый дизельный двигатель но это на самом ли топ это самый дорогой двигатель который в принципе бывает на этой машине вообще сюда ставится 1 литровый трехцилиндровый на volkswagen вский бензиновый мотор 14 тоже бензиновый мотор у нас не продается но в принципе бывает двухлитровый бензиновый турбированный мотор и дизеля 1620 сюда ставится что интересно если вы посмотрите вообще цены и варианты то вы увидите что во-первых 1.0 предлагается во всяком случае в латвии так точно исключительно с ручной коробкой исключительно переднем приводе чтобы максимально уменьшить цену этой автомашины 1.4 там бывает соответственно и автоматическая коробка и ручная коробка ну как вы все догадываетесь здесь ставится и dsg-6 и dsg-7 здесь бывают на разных двигателях но если сравнить цены и сравнить вообще комплектацию например со skoda kodiaq что наверное интереснее всего да для этой машины то я вам скажу так эта машина самый дешевый вариант этой машины дешевле чем skoda kodiaq самый дорогой примерно на уровне да и серединка тоже примерно на уровне в чем прикол то есть нельзя сказать что эта машина прям явно дешевле чем skoda kodiaq но на skoda kodiaq не ставится 1 литровый вот этот турбированный бензиновый мотор он ставится у них только на skoda коробка на более маленькую машинку так вот если вы решили выбрать эту машину не только из-за стиля до какого-то такого спортивного спортивного вообще поведения а решили сэкономить вы тоже можете это сделать вы можете получить вот такую крупную машину но с литровым турбировым трехцилиндровым и ручной коробкой да и эта машина у нас стоит чуть меньше 20000 ну можно сказать грубо что 20000 потому что там было 19 900 90 какая такая цифра вот это дешевле чем kodiaq вот если вы решите эту машину фаршировать ну как то так прям хорошо жирненько так сказать да то вы приблизитесь 30000 и даже можете перевалить за них если но выберите самый топ там все эти крыши там и так далее так далее машины бывают и переднеприводная и полноприводные тоже бывают но полноприводные и конечно они в основном все в топовых версиях если вы решите такую машину взять я не знаю двухлитровую вот такую как у нас дизельную с автоматической коробкой с dsg ребята с роботом да то конечно там она будет стоить там 1035 условно говоря и за 35 тысяч вы можете выбрать наверное просто любую машину из этого сегмента это уже дело вашего вкуса но это здорово что seat предоставляет нам выбор широкие до можем сделать можем скомпоновать машину как хотим и это конечно большой плюс всех марок брендов концерна volkswagen да потому что у них они агрегаты все между собой делят и агрегатов может быть достаточно большое количество интересно ребят по подвеске спереди конечно макферсон здесь а сзади вот я искал техническую информацию и пытался найти у тигуана сзади независимая подвеска полностью здесь подвесочка как будто бы зависимая все-таки упрощенная да не такая как в тигуане но тем не менее я думаю что будет вам ее достаточно абсолютно неплохая должна быть давайте посмотрим что у нас тут внутри вот ребят я сел машину очень приятное ощущение я вам честно скажу она примерно такое же как в тигуане и примерно такое же как в шкодах в общем-то посадка такая же и общие линии все узнаются несмотря на то что над внутренним дизайном конечно тоже поработал сяд и он похож на сяд ли он ну в общем и целом давайте заведем машинку кнопочку у нас тут старт-стоп прекрасное рулевое колесо мне очень нравится она абсолютно современная все сделано знаете как надо панель приборов тоже современная для этого класса вполне себе стандартная тахометр спидометр посередине экранчик прикольно то что сяд и мультимедиа тоже оформил в своем стиле конечно же это volkswagen of sky мультимедиа которая отличная ребят на самом деле я каждый раз отмечаю каждый раз хвалю она отзывчивая логичная но ведь этот есть такое свое оформление такие уголочки желтенькие это абсолютно испанский стиль вот если вы не были в испании съездите поймете о чем я говорю они любят вот такой вот желтый они любят оранжевый тоже такой яркий цвет вообще панель мне больше нравится чем шкодовская по-моему она вот прям классно и мне очень нравится она такая действительно спортивненькая ручки все в общем-то volkswagen of sky все здесь стандартно понятно хорошо что на кнопках даже особо нечего сказать круто что есть два юсби удобная полочка для мобильного телефона ну вот у нас рычаг dsg коробки и у нас смотрите необычная шайба переключения режимов да сейчас у нас вот дорожный режим ну можно тут поиграть с ним ручничок у нас электрический и автохолд уже один раз я это отмечал прекрасная функция замечательно работает на горке как и назад вы не катитесь так и вперед вы не катитесь очень удобно мультимедиа большой экран и даже на смотрите отзывчивый даже на навигации да очень хороший и видите есть и жесты двумя пальцами классно почти как на телефоне немножко он медленнее чем телефон да но если сравнивать с многими другими конкурентами великолепно все это работает радио прикольная анимация тоже такие уголки фирменные но заморочились в общем ребята сделали сделали красиво сделали отличающиеся системам визуально это классно конечно поддерживает apple carplay и google авто вся эта штука подключаетесь пользуйтесь хорошо целом хорошо это все выглядит гармонично приятно в машине находиться и вы не чувствуете себя как в какой-то дешевой тачке нет вы чувствуете себя ну вот да я типа как в тигуане но только что-то немножко другое на в общем даже подрулевые лепестки здесь поставили но не знаю на машина все-таки не настолько спортивная но тем не менее проверим бардачок тоже плавненько раскрывается здесь у нас система можно вставить и сиди и он sd карточки прекрасно все это выглядит хорошо и приятно ну что ребят давайте прокатимся в общем-то главная фишка этой машины внешний вид который мы посмотрели и то как она настроена понятно что прям сумасшедших каких-то отличий от тигуана и от кодиака ждать не стоит но какие-то акценты я думаю что смещены в сторону спортивности давайте проверим поехали заводим машинку селектор коробки передач еще неудобный с кнопочкой прям все привычно подлокотничек не двигается они двигаются смотрите прекрасно и он тоже такой кожаный приятный удобно лежит на нем рука и удобно вот так вот как раз расстояние от кисти руки до локтя здесь правильно соблюдено хорошо что здесь здесь есть такой небольшой бардачок но кстати а нет он закрывается плотно а смотрите какая классная штука здесь здесь вот этот вот подлокотник он настраивается по высоте так как вам нравится так можно вот так вот вниз но это не очень удобно можно так вот зафиксировать его повыше неплохо удобно прикольно не везде это есть и действительно но при этом он конечно съезжает назад то есть можно может пассажирова случайно сдвинуть назад но это да посмотрите как интересно сделано с подстаканниками тут один подстаканник такой полноценный для кружки прямо до такого большого стакана а другой поменьше как будто бы для энергетика знаете если вы в дороге едете у вас тут водичка а тут энергетик не знаю я бы предпочел бы конечно чтобы здесь они были одинаковые потому что может быть вы едете пассажир тоже захочет попить у него здесь свой стакан мог бы быть ну в общем сомнительно эта вся история но надо отметить что во всех дверях огромные вот эти вот кармашки англичане очень любят их бутылками мерить всякими разными но в каждый влезет полтора литровая бутылка примерно на маленькой скорости абсолютно как тигуана наедет легкий руль очень классный и очень приятная машинка такая легкая легкость приятная легкость хорошая такая классно ну двухлитровый дизель конечно здесь с большим запасом машина прям быстро и получается вместе с ним прекрасно рулится острейшее управление острее чем в тигуане и острее чем кодиаке прекрасно вы чувствуете машину прямо идеально очень хорошая обзорность мне нравятся боковые зеркала хоть они такие дизайнерские вроде бы но не слишком они крупные но удобные все хорошо зеркало верхнее может показаться может быть каким-то узковатым с другой стороны она в общем точно повторяет вот это вот окошко сзади так что хорошо ну-ка очень хорошо очень хорошо в потоке прямо кайф на не ехать я думаю что и 1 литровый здесь бензиновый моторчик должен очень хорошо подходить этой машине я думаю что для городских режимов вполне его достаточно тем более что там не предлагают дсг нет у вас такой по соблазну даже и берите на ручки будете кайфовать ну что попробуем ускориться хорошо машина идет но опять же да это самый мощный двигатель все очень приятно англичане говорили что машина ощущается такой какой-то нерв немного дерганный тоже рулежка такая излишне резкая и немножко как будто прыгает она передними колесами ничего подобного я не ощутил ребят отличная рулежка и мне очень нравится стиль в котором все происходит действительно очень все динамично и приятно вот правда можно вполне эту машину брать в любой комплектации я призываю вас брать вот этот вот литровый двигатель с ручной коробкой ну собственно ребята из россии меня осудят потому что там любят полный привод но окей как бы но эту машину можно брать и действительно не экономия сказать на все деньги знаете потратить сюда 38 тысяч взять все опции мне кажется тоже будет круто взять ее красную во всех обвесах классно если говорить про внедорожные характеристики попытаться хотя бы предположить мы не поедем конечно никакой бездорожью то они в общем такие же как у тигана плюс-минус и как у всех остальных платформенников не в общем но проехать можно до какой-то лесной дорожки но явно машина этого не любит хотя она достаточно и между тем и мягкая классная прекрасно я представляю себе эту машину действительно на югах каких-то она знать такая легкая вот в целом вот вы смотрите на весь этот интерьер такое легкое у вас ощущение нету вот этой излишне какой-то нагруженности несмотря на то что вроде кнопок хватает и всего как бы да но вот это испанцы умеют делать да у них как-то все такое простое это классно мы когда-нибудь видели при в италии или в испании скажем вольву знаете почему ну кроме цены ну потому что они вот такое не любят знаете им нужно чтобы все было такое вот прямо эмоционально эмоционально здесь эта эмоция есть южная такая классная эмоция я даже не включая никаких с режимов но понятно что в с режиме она будет еще чуть поострее хочется проверить вот машину в таких вариантах как вы будете кататься до классно если вам нравится активное вождение эта машина прям для вас надо попробовать кстати с этим вот лагом на педаль есть он здесь или нет знаете когда вы нажимаете на педаль чуть-чуть есть задержка потом машина начинает ехать вот сейчас мы узнаем как она тут ох она набирает есть немножко задержка поменьше чем обычно но есть присутствует набирает конечно знатно знаете например присаживается ух и хорошо хорошо в общем ребят какой мой вердикт по этой машине мне кажется что сиатов на улицах как минимум и риге недостаточно в дога машина крутая классная и действительно если вы такой человек знаете активной молодой как тут в рекламах сиата кстати у них там все загорелые худые едут на пляж даже если вы не такой а просто молодой как бы парень плюс-минус да берите точно или если вы хотите себя чувствовать молодым тоже берите эта машина даст вам эти ощущения если бы я жил бы в чехии я точно все такой машины у всех шкода у меня сиат такой классный еще бы какой-нибудь желтый бы взял но вот ребят подходит время отдавать машину у меня к вам вопрос кстати что вы хотите посмотреть на канале больше новую suzuki гранд витару или что-нибудь из сингьонга что вообще у нас не было на канале ну вот напишите друзья с вами была эти кухня подписывайтесь на канал подписан наш facebook подписан наш вконтакте ставьте колокольчики всем счастливо